добрый вечер доброй ночи друзья итак neverhood продолжает значит так я вам скажу честно если вы смотрели мои прошлые прохождения тот сложный квест та сложная головоломка с символами с двумя экранами если вы внимательно смотрели я высчитал сам угадал алгоритм но немножко воспользовался записью то есть записывал символы так вот теперь к мышке это самый самый сложный квест я вам честно скажу откровенно без записи я где-то час потратил гулял по этому лабиринту гулял по этому лабиринту делал самые разные комбинации пробовал никак ничего не получалось это можно и 6 часов в 2004 или 5 году когда я играл я неделю потратил и так и не добился успеха не добился успеха пришлось прибегнуть к подсказке вот прошли годы ребят прошли годы и я вот сейчас да я решил ну надо же разобраться понять алгоритм что я только не делал я считал может быть количество ящиков играет какую-то роль здесь и так и сяк высчитал я ничего не понял ну простите ну не ну невозможно ну просто ну нереально вот попробуйте сами мне просто интересно будет если кто-то сам додумается до алгоритма напишите мне в комментарии как устроен алгоритм хоть какая-то подсказка поэтому не ничего не осталось сделать то что господи прибегнуть к помощи интернета это мышь белая она меня просто довела блин нафиг помните аркадия райкина в греческом зале в греческом зале мышь белая вот помните как вам не стыдно как вам не стыдно аж пенсия у нее раскалилась и так тихо замечаю чё ты орешь ты мышь белая вот вот понимаете великий аркадий исаакович великий просто вот вот истина настоящий вот она мышь белый каждый день дурака валяешь амин завтра на работу вот так значит так друзья сейчас я воспользуюсь подсказкой но если кому интересно просто запоминайте так я и не узнал алгоритм а мне действительно интересно как это устроено по какому принципу ну я не знаю поэтому выходим здесь нет никакого рандома ничего ну все сейчас быстренько проходим вот поди догадайся значит подсказка первый уровень заходим в эту же дверь на втором уровне заходим в дверь номер два на третьем уровне заходим в дверь номер четыре ну считая вот слева направо понимаете вот четвертая дверь на на четвертом уровне заходим в третью дверь на пятом уровне в третью дверь сейчас секунду слетела картинка извините картинка здесь на пятом вот не ошибиться опять мы на пятом уровне в восьмую дверь считаем раз раз два три четыре пять шесть семь восемь восьмая дверь норка дверь на шестом уровне в седьмую дверь на восьмом уровне во вторую дверь откуда мы вышли поди догадайся вот как я принцип так и не понял на третьем уровне во вторую дверь откуда мы вышли на первом уровне в пятую дверь опять таки откуда мы вышли на седьмом уровне в шестую дверь раз два три четыре пять шесть вот сюда и сейчас будет финал друзья мышь белая ну что поделать не честно вы скажете ну как не честно я же не сразу прибег к подсказкам я вам говорю я голову ломал ломал страшно это невозможно так ладно я в интернете когда стал читать не только смотреть прохождение так мне интересно как люди до этого догадались методом тыка каких усилий никто не объясняет никто не объяснять сам алгоритм вот в чем дело ладно оставим мышь продолжаем сам наверху музыка нам в помощь а вот начиная после мышки после вот этого вот эта вся локация честно клянусь я не помню потому что большую часть игры если вы смотрите мое прохождение достаточно легко проходил потому что я все помню ну все эти а здесь вот эту часть уже я уже помню очень очень плохо смутно ну больше половины игры уже пройдет больше половины где-то две трети наверно хотя это сейчас это не важно возможно теперь мое прохождение будет немножко более медленным возможно плюс-минус что это это подсказка что это такое вообще взять это нельзя это подсказка плюс и минус давайте просто так вот нет все активируем вот эту вещь что это учет не хочет не хочет не хочет правление а рычаг он не взаимодействует а вот что мы видим не совсем понятно и все ну вот и все в окно можно посмотреть нет не получается наверно к вилле баранкину стоит а вот даже как серия вот не помню вот честно не помню вот попробуем кстати после мышки стоило сохраниться а пылесосы и засосет включить здесь нельзя ну да ну просто интересно двигать хорошо а пусть пылесос засосет ну попробуем ну раз можно двигать значит вот наверное это нужно или может быть до той комнаты датащить был нет здесь он не пчел а кто его знает может быть здесь нет он включается как господи как фильмоскоп только вот в той ямке где плюс-минус был указан может я неправильно что-то сделал хорошо мы прошли мышь открылся путь в эту комнату я посмотрел какой-то сюжет в виде одной картинки ничего я не понял с этой картинки по-моему я застрял потому что там других местах ну здесь не кнопки нет я ничего не открыл вот выходим теперь бродить буду видимо и куда уносит этот чертов люк не люк пылесос хорошо куда теперь смотрим здесь мы разгадали загадку тот проход это к этому к теле они ну да к телепуарту перемещение вот отсюда мы вышли здесь квест с мышью здесь мы были мы переместимся ну давайте сюда опять чушь делать странно странно ну да сейчас опять видеоролик его не промотать никак придется смотреть уже какой в третий четвертый раз ну если кто смотрел все мое прохождение угу угу на прошли сюда разворачиваемся здесь все обошли это сверло здесь не пройти только один путь и по-моему тоже к телепорту телепортационному телепортации вот этой кабинке падаем что большие получим хорошо от жука эти символы мы ввели верно до символы и здесь телепорт из пушки выстрелили разбили голову роботу помним куда теперь вот я уж не помню но не на планету точно вот нам надо попасть сюда пока эта кнопка не работает куда куда-нибудь бы попадем не помню а хорошо мы недалеко от нашего дома ну не так уж относительно я думаю надо сходить домой и почитать письма возможно может быть нужно кассеты еще просмотреть все я не хочу это так долго две кассеты мы подобрали осталось три может надо их смотреть все я не знаю но сначала ну чё с самого начала не охота на какой мы остановились по моему здесь вот когда смотрели на и он думал что будет счастлив в этой стране нет кассеты смотреть это не влияет на игру это как бы информация для нас ему сама история да есть не знаю по крайней мере мне друг говорил мой товарищ молдавский который мне эту игру открыл что здесь проецирована библейская история библия на славе за миром вместе со мной а может и евангелие тоже в комплексе возможно если внимательно эту историю смотреть изучать ну как проецированами это метафорическая отсылка на библию наслаждайся этим ты и я проведем все наши дни здесь вместе тра-ля-ля но нет не мы под шаги мы не под шаги за скорее спаситель мы с вероятнее всего нет ты на нее ски глаз не клади ну что за перевод блядь из глаз которую ты не можешь получить я правитель этой страны а правитель без короны этот убор гейтс без своего микрософта когда-нибудь ты поймешь это теперь иди исследуй твой новый дом а я пойду в мой тронный зал и подумаю о том таких друзей не еще купить купить друзей да и так тубарк ушел чтобы сделать еще друзей а windows завис и в его азу полезли плохие мысли ну собственно сами разработчики это внесли это не самодеятельность в тронном зале это действительно в оригинале разработчики истинные создатели игры neverhood они ориентировались на юмор windows и пиво тубарка вот отсюда этот юмор и вышел поэтому здесь в принципе перевод коррект ничего нет хорошо перематываем а нет тут тубарк это не вот падший ангел если ну с библией параллельно корона дает еще и владение секретом жизни как жаль что нам не знаю я бы сказал что здесь отсюда на библию мне так товарищ сказал не знаю без короны тубарк зациклился у этот windows напугал меня все было плохо но может быть есть надежда может быть даже не две трети еще больше прошли потому что чуде если осталось всего три кассеты то осталось совсем немного но сейчас наверное головоломки будут тоже нелегкие я думаю мне кажется вот как я помню сейчас он пройдет и скажу не знаю мой голос сливается со звуком игры возможно хорошо ох и бредятина какая тут библия да пойдем в дом пойдем в дом и возможно возможно письмо от нашего друга вилле нам поможет наверно не знаю а здесь все пройдено все открыто кажется ну я был внимательным достаточно хорошо помучаюсь открыли пошли а может да что такое не то нажал черт ничего страшного а возможно мне может быть не нужно было вот этот аппарат фильмоскоп который нам спроецировал кадр на стену диафильм как может быть не нужно было его чтобы засосать в тот пылесос черт его знает может я что-то там не понял ну не понял вернусь чушь все равно повторяю вот этот наш любимый вот эта головоломка самая-самая сложная и мышь вот две самые умопомрачительные наисложнейшие я думаю те дальнейшие головоломки будут возможно они не легкие но не такие конечно не такие крутые ну все сейчас покажет время хорошо видите время уходит на прогулки вот эти все сходи туда вот чушь ну это замысел такой замысел ну как раз это и дополняет атмосферу и делает как бы игрок играет и привыкает так я не разгадал вот эти два символа что они значат я не понял вряд ли это просто декорации здесь просто мало что просто так хотя хотя вот буква h это обозначение нашего дома нас зовут как на букву h я опять забыл нет а я уж запутался нет аж аж вот наш дом вот наш дом а там аж почему стоит буква h может в свою комнату подняться но в комнату чтобы подняться это нужно чтоб нас выплюнул вот этот вот как его назвать плевальщик хорошо может и попробую сейчас с письмами разберемся ничего не лежит нет мне показалось в урну можно посмотреть нет ну будем читать пошли три письма или заболешь нет это не новое письмо нет нет все новых писем нет сейчас будет повторение дорогой глинка слишком много читаешь да 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 ну бог любит троицу давайте еще третий раз попробуем ты чертовски ну все все потому что если бы было бы новое письмо оно бы первым вышло сейчас читаю не читаю и будет это повторение серьезно хотя от неверхуда можно все ожидать если сейчас вот давайте поразмышляем если я допустим сейчас ну завис ну не завис я не знаю куда дальше идти не могу открыть новые зоны все перетыкал все перетыкал к примеру все обошел у меня надежда на письма может быть надо читать читать и где-то на пятом или десятом письме попадется новое такое тоже возможно я десять писем не буду читать да это повторение нет я думаю что повторение не так уж перезам хотя я не знаю я не знаю ну что будем подниматься в комнату ну немножко время займет значит надо освободить этого товарища мне в комнате ничего нет нету нету я знаю нету я не знаю с одной стороны мне не лень это делать с другой стороны ну как мне лень да лень наверное то есть его освободить зайти в комнату то есть он нас выплюнет именно плевком мы подлетим броском попаду в комнату потом спускаться опять его к этому кольцу подключать чтоб дверь открылась не не надо здесь все все просто все обошел все перри все ну серьезно это я хорошо помню как бы я не жаловался на свою память у меня память плохо работает с цифрами возможно со словами но вот визуально я прекрасно помню все что я сделал с действиями там откуда вышел краб там фуникулер и одна кнопка ааааа вот теперь я вспомнил ребята вы же помните все я вспомнил в самом начале когда отсюда вышел краб мы его нейтрализовали взрывчаткой верно верно потом мы пошли к фуникулеру вот мы к нему сейчас опять идем первый наш фуникулер вот ой вот смотрите сейчас сперва это активация кнопки мы ее активировали а вот сюда помните здесь был тупик но если вы помните нашими действиями мы потянули цепь и мы соединили часть другу часть вторую половинку города но этот город он как одна планета разделенные на части здесь был тупик теперь здесь по моему проход так и есть вот видите вот 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 не зря не зря пошёл в самом начале хорошо вот теперь мы попадаем в новое пространство ахаха а здесь мы можем выйти ну кось просто интересно нет выйти здесь по ningМожем мы здесь проездом зелёные зоны мы здесь были через стенку где мы стреляли в робота с мишкой. Помните? Квест с мишкой. Что? Тихо, спокойно. Подожди. Что это? Декорация? Ага. Вот на этот балкончик мы заходили. Здесь мы подняли кассету. В окошко. Обязательно в окошко посмотрим. Ну-ка. Давай-давай. В окно надо посмотреть. Ну-ну. А, все. Выход. Выход. Хорошо. Стоп, стоп. Спокойно. Это что? Это кассета? Я не понял. Возможно, кассета. Здесь мы не были. Можно пройти? Нет, нельзя. Тупик. Кассета. Только за одной кассетой пришли. Интересно. Еще раз проверяем. Внимательно. Нет, прохода нет. Значит, возвращаемся. Ну-у. Столько опять топать. Но мы ничего не открыли. Никакой кнопкой ничего не активировали. Хорошо, если соединились эти части планеты этой, ну, города вот этого. Может быть, где-то еще есть соединение и проход помимо вот этого. Да. Я так ду. Магию. А вот сюда что-то? Нет, нет, нет. Нельзя, да, сюда никак? Там дырка же. Уходим отсюда. Опять топаем, топаем, преодолеваем большой, длинный путь. О чем-то надо говорить, беседовать по пути. Ладно. Нет, здесь ничего не открылось. Здесь тут же гриб. Проход сюда к фуникулеру. Здесь. Здесь мы пускали воду. Это отработанная зона полностью. Ну, ничего, пойдем. Может, еще раз письмо прочитать? Ну, ладно. Раз мы здесь близко, еще раз попробуем. Ну, кто его знает. Может, вот я совершил действие, взял кассету, через окно увидел какой-то проход, неведомый, где мы не были. Может быть, это, ну, по кодам, как бы, что-то там по сценарию у нас открылось. Может, сейчас новое письмо, подсказка. Попробуем. Ну, раз мы здесь рядом. Ничего страшного. Все квесты не любят суеты. Все абсолютно. Это закон всех квестов. Да, нет почты. Хорошо. Хорошо. Проверили. Ничего страшного. Лишний раз не повредит. Все квесты так устроены. Надо по несколько раз проверять, перепроверять и очень внимательно смотреть. Ну, хорошие квесты. Кстати, вот смотрите, я загорелся мистом. Я вам честно скажу, мист, классический мист, ну, там же несколько частей. Я ни один мист не проходил. Ну, когда-то давно я его просто пробовал. Понятно. Потом не было времени. Мист – это классика. Но сейчас же существует трехмерный мист, 3D-мист, а не тот фотографический. Как им название этой техническому приему, простите, я не помню. Так устроен, например, шорох скретчис, так устроен саблюстром. Кстати, я еще раз вам напоминаю, вообще, кто смотрел мои прохождения, где-то я упоминал. Хорошая информация, друзья. Разработчики игры саблюстром на новый движок полностью переводят, делают ремейк, но весь в 3D будет. Ну, я думаю, может, они что-нибудь добавят, возможно. Она побольше будет, ибо саблюстром, к сожалению, короткая игра. Но далеко не простой квест, но шикарный. Но и шикарнейший. Может быть, я саблюстром тоже на запись пройду. Но он меня очень тяготит. Вот в чем дело. Он такой мрачный, давящий, но в этом и задача этой игры. Я отвлекся. Я говорил про Мист. В общем, я вот думаю взять, что ли, я скачал себе 3D Мист, я уже не помню, какая это серия, как она называется, пятый, что ли. Но он уже вот двухтысячных. Графика там все равно так себе, но дело не в графике. попробовать, что ли. Потому что в старый Мист, равно как и Шорох, хотя я очень люблю игру Шорох, Скретчис в оригинале. Очень классная вещь. Понимаете, когда уже привыкаешь к 3D графике, именно к трехмерной, вот это фотографические квесты, это уже тяжело играть. Тогда, в ранние молодые годы, когда еще 3D не особо было, в такие квесты хорошо. Но сейчас наверное, Мист я попробую трехмерно. Вот Скретчис бы сделали бы, в 3D перевели. Хотя, черт его знает, Скретчис такая классная вещь, что может быть я пройду, возможно. Я его очень хорошо знаю. Она жуткая, эта игра, Скретчис. Отличный, мрачный хоррор-квест, но в то же время ужасно веселая, ужасно. Вот хохотать... Лично я, когда первый раз проходил, я обхохотался. Потом второй, третий раз перепрошел. Это было относительно недавно, года 4 назад. Не знаю, я уже столько игр перечислил, что я это пройду, то пройду. Ну, как видите, я параллельно закладываю на мой канал. Санитариум я весь прошел, просто не все еще выложил. Вот лень, наверное, сегодня ночью займусь. Выложу все остатки серии. Сейчас добьем Неверхуд, а параллельно, друзья, я начал перепроходить Fallout 2 классику, но Ресторейшн Проджект. Меня уже друг немножко молдавски поругал, что я ужасно все там делаю. Ну, это первые серии, я просто много пива выпил, поэтому было так ужасно. Дальше я разойдусь. Ладно. Да нет. Подожди, в какую сторону? Это предел. Забыл. Нет. Нет. Вот. Минуту. Сегодня опять вместо пива у меня компот. Компот, яблоки, вишня, слива, мята, немного чабрец, чуть-чуть, и немного райхон, базилик. Это у вас там в Европах или где, я не знаю, назовет базилик. У нас по-узбекски это называется райхон. Есть такое женское имя райхон. У меня свой райхон, он у меня растет вот на окне в горшках. Бобби-бобби. Вот видите, чтобы пройти в ту локацию, сколько нужно преодолеть но я не зря сходил. Я взял кассету. Кстати, сейчас мы ее и посмотрим. Здесь рядом вот этот видеопроигрыватель. с памятью все в порядке, как всегда. А, нет. Перегнул, выходим. А зачем выходим? Слить можно? Ха-ха. Какая реакция? Хе. Да, не про... вот видите, какие мелочи. Да. Ага. Вот так. стакан взял. Я не тот стакан. Несколько стоит. Ну что ж, посмотрим кассету. Но просмотр кассет не влияет, ничего от этого не откроется у нас. Это просто, повторяю, информация для нас, для игрока. Но, тем не менее. Одну посмотрим. все, не надо все смотреть. Подожди. Ты должен вытащить кассету. Так, друзья, значит, это не кассету я подобрал, получается. Да, три оставалось у нас. Три же, по-моему. Или четыре. Подождите. Смотрите, он не вытащил кассету из себя. Ну-ка, вот я сюда направляю. Черт, я не помню. Три или четыре деления пустых. По-моему, три. Ой, все это просматривать. На чем остановились? Сидя в тронном зале, Трубар думал о том, кого он еще купит. Да нет, весь этот сюжет. Да, купит. Это мы смотрели. Вот этот смотрим. Тихо. Повис. Ей-богу, повис. Это тоже мы смотрели. Да, да, да. Нет, значит, значит, когда в той части, в начальной зоне, мы сейчас на фуникулере пробрались туда, что он подобрал? Значит, подобрал не кассету. Получается так. Хорошо. Ну все, в любом случае, нам нужен телепорт. Да, пока я тут не открыл вниз эту зону. Куда вот, я не знаю. Куда полететь? Попробуем. Нет, так запоминаем. Может, еще раз к пушке подойдет? Нет, мы уже стреляли из нее. Угу. Вот здесь, помните, здесь мы проезжали на фуникулере вот недавно. То есть, вот эти планеты соединились. Ну, будем исследовать, что же делать. да, мы здесь были, конечно. Ну, может быть... Угу. Сейчас, вот здесь он остановит, вот он пролетает, камеру не останавливает, обзор. Хорошо. Ну, я думаю, придется сейчас долго просто бродить и искать, как проникнуть в следующую локацию. Ну, что ж. Ну, и хорошо, и интересно же. Хорошо, что я не помню. Ага, вот, новая катсцена. Робот освободился. Вот. которым мы голову разбили. Используем. Злой, добрый. Ага. Ну, это как? Сейчас мы не могу поменять. Сюжет. Вот, видите, хорошо. Убьем. Да, графику вот видеоизображение немножечко, чуть-чуть улучшил вот этот человек, который вот эту инсталляцию, которую я скачал, потому что если поставить старую классическую инсталляцию, здесь так пикселизовали, страшно, здесь более-менее как он под шаманью принесли, чуть-чуть. Но это любитель сделал. Я повторяю, почему бы там, на западе кто-нибудь с проваликой забрался и переиздание сделал. Сейчас это несложно. Такие технологии бешеные. Реставрацию надо провести и крылью. Помогите! 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 Да-да-да-да! Вот наш противник. Охо! Охо! Ой, он раздавил телепорт наш. Он раздавил телепорт, мы уже отсюда, значит, не сможем вернуться. Робот. Что-то я запутался. Наш герой в роботе. Вот, в Windows, да, в Windows. Секретное оружие. Выпустите меня! Выпустите меня! Нам конец! Нам конец! Да, да, мой герой в роботе. Наш герой. Класс! Отлично! Ну, фантазия, конечно, шикарная. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Ну, все, лово-ву-ву-ву. Сейчас ролик закончится, а то что прокомментирует, по-моему, его будет. Ну, блин! Субтитры сделал DimaTorzok Сохраняемся, конечно, сохраняемся. А сохранений там уже у меня места нету, да? Ну, значит, пожертвуем каким-нибудь. Здесь 11-12. А, зачем? Здесь можно перематывать. НВР-13. Да что такое? НВР-13. Вот и 13. Священное число Вольта из Фоллаута. Это число счастливое. Да, число 13 считается неудачным, но для меня, для нас, старых игроков, старых игр, это, конечно, наоборот. Это число приносит удачу записать. Продолжение. Насколько я на 43 наиграл? Ну да, я больше часа не хочу влезать, потому что файлы огромные получаются, тяжелые. Просто их потом... Да нет, недолго. У меня конвертится все быстро, а вот закачивается очень долго. Ну, не очень так относительно. Разворачиваемся, исследуем. Да, я помню, помню. Ну, я помню, конечно, зону, локации, но я не помню сами за головоломки. Тема интереснее. Ну, с какой комнаты начать? Не знаю. Отсюда, отсюда. Вот балкон. Так, не запутаться нам. Двери. Отсюда мы вышли, верно? Нет. Двери. Ага. Ну, прямо, хорошо. Пойдем прямо. Нет, нет, нет. Вот дверь. Сзади мы вышли. Разворачиваемся. На 180, верно? Как бы вот отсюда мы пришли. Обратного пути нет. Хорошо. Ну, попробуем прямо. Чего я тяну? Ну, надо просто осмотреться. Давайте прямо. Что ж делать? Если еще откроется дверь, посмотрим. Ага. Лифт. Хорошо. Телепорт есть. Давайте проверим. Помните, наш робот под кассету берет? Кстати, проверим. У нас осталось три непрочитанных кассеты. Вот он должен сейчас вытащить кассету. Вот. А тогда он не вытащил последний раз. Значит, мы подобрали не кассету. Отлично. Осталось два ролика. Какой мы? Вот добавился. С конца. Так эта штука не так проста. А что с... Дальше мы смотрели. Окошко. Ага. Не просто так. Не просто вид. Интересно. Интересно. Очень интересно. Там был балкон под нами. Сейчас в телепорт зайдем. Никуда кататься пока не будем. Мы раздавили один телепорт в зеленой зоне, где освободили робота тогда. И, по-моему, этот телепорт, раз он раздав... Вот, 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 да. Все. Он не рабочий. Туда уже невозможно попасть. Выходим. Ну, я надеюсь, можно спуститься. Хорошо. Балкон. Под нами балкон там. Помните? Вот с этим шариком, который сейчас увидели, что-то будет. Что-то будет. Ох, что-то будет. Разворачиваемся. Нет. Надо шаг вперед сделать. Хорошо. Шаг вперед один. Вот. В центр вот этого холла встать. Отсюда мы вышли. Вот балкон. Вот там шарик. Кажется. Нет, оказывается. Опять Аркадий Райкин. Аркадий Исаковича можно постоянно, бесконечно перестать. Ну, вот. Вот. Ключ. Да. Не сложно, но походить немножко придется. Что же делать? Ай, черт. Опять забыл. Надо шаг вперед сделать. В принципе, если не считать те две сложности. А сюда сходим? Давайте на разведку. Ох, а вот зря я это сделал. Я не выйду отсюда. Надо было шарик. А давай вернемся, пока не поздно. Ну и вот что? Опять мышь. Мышь белая в греческом зале. Ну и он нахуй. Но любопытство же терзает, друзья. Теперь вот к этой металлической... Если это металл, конечно. Что это? Дверь? Не дверь? Давайте посмотрим. Потом к балкону. Нет. Сюда никак. Так. Хорошо. Шаг. К балкону. Нет. Не к балкону. К лифту. К лифту. К балкон мы заходили. Повторяю, в принципе, если не те два суперсложных квеста с символами и с мышью, то в игру, то игра не такая уж и сложная. Просто нужно внимание и... Ну как? И абстрактное мышление немножко. Ага. Ну чё ж. Теперь опять вниз. Жаль, ты прыгнуть не можешь. Опять вниз. Ключ. А поди, узнай, куда этот ключ. Но он пригодится, естественно. Проверяем телепорт. Значит, мы сейчас в той зоне, в которую мы не могли попасть. Она фиолетового цвета, кнопка, я помню. Просто проверяем. Вот. Всё верно. Ну, фиолетовый, относительно фиолетовый. Мы здесь. Во всех остальных зонах мы были. Кто его знает, может быть, можно вернуться опять. Очень даже возможно. Выходим. Ясно. В принципе, сейчас нам телепорт не нужен, вроде как. До конца исследуем эту зону. А может и нужно. В тех зонах, где ключ. Какая там дверь была не открыта, вспоминаем. Сейчас вот вспоминаю. Вроде бы всё обошли. Может, сюда ключ? Ну, чёрт его знает. А, мышь, мышь там. Ну, давайте попробуем эти ворота ещё раз. Вот мы ключ взяли. Чёрт его знает. Может. Нет. Нет. Активации нет. Никакой. А, нет. Зачем? Это та дверь, откуда мы и пришли. Сюда зашли. Она закрылась. И мы выйти не можем. Всё. Вот. Невнимание. Это лифт. Это балкон. Это просто колонна. Это отсюда мы вышли. Когда пришли в эту локацию, это колонна. Вот мышь. Ну, всё. Остаётся только сюда. Ага. Вот и подсказки. F. Сердечко. T. Ну, я не знаю, как. Ну, не сердечко. Три каких-то спицы. Как это назвать? Мышь наводит нас страшные подозрения. Где мышь? Ну, и сыр. Ага. Есть. Ага. Ну-ка, мышь. Мышь, мышь. Её может засосать. Вот. Над нами опять вот такой же пылесос, который мышь засасывал тогда. Меня терзают смутные-смутные сомнения, что сейчас мы мышь зас... Тогда же тоже мышь... Сейчас, извините. Закрывал вот этот дюрочек. Я в лежачем положении, полусидячем. Ноутбук у меня на коленях. С подставкой. Прохладительной. Меня друг спрашивает. О, один приятель. А как ты записываешь игры с ноутбук? Я могу со стационарного запись. Там у меня большой дисплей. Но к нему микрофон нужен. Надо купить микрофон. Лень. Ну, сидя в сидячем положении мне неудобно. Поэтому мне с ноутбука гораздо... Ну, не важно, как я записываю. Мне нравится. Так, всё, блин. Я понимаю, звук не фонтан, звук моего голоса. Лень. Какая разница, мои просморы никто не смотрит. Если будет кто-то просматривать, я не знаю, просмотра хотя бы несколько сотен будет. Не десятка посмотра. Да подожди ты, яркий. Тогда, может, я пойду, куплю микрофон и начну со стационарного. А какая разница со стационарного? Я и с ноута могу микрофон подключить. А, ну и наушники, хорошо. И кресло, да, шикарно. Ладно. Проверяем дверь. Интересно, что там. Ага. Раз. Ага, всё, понял. Одну штучку мы подобрали. Одну. 16, 7, 14. Пойди разбери. Интересно. Помните, мы похожую проекцию смотрели? Значит, стоит туда вернуться и посмотреть. Я там тогда на том изображении ничего не понял. Такой же аппарат был в зоне, где тоже была мышь. Кстати, это та же самая мышь, которую засосала там, и она прилетела сюда. Всё понятно. Здесь её уже не засосёт. Её засосало, и через эту трубу она с сыром переместилась вот сюда. А, и аппарат. Всё, всё, понятно. Аппарат же я тоже затолкнул. Не зря я его затолкнул. Не зря. Да, это та же самая картинка. Он высвечивает ту же самую картинку, но здесь на стене скрытая подсказка в тени. И поэтому... Всё, 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 подождите. Если бы тогда я не затолкнул этот аппарат в тот пылесос, он бы сюда не прилетел, я бы пришёл сюда, аппарата бы не было бы, я бы голову ломал. Вот эти три символа, понятно. Они работают сейчас на вот эту головоломку. А так как аппарат прилетел, он высвечивает и даёт подсказку. 16, 7, 14. От этого легче не становится. Мне пока что ничего не понятно. Запоминаем. 16, 7, 14. Сейчас головушку помнём, тыковочку нашу, да. 16, 7, 14. Пробуем, чё ж. А подождите, у нас всего лишь один ключ. Или он только один и должен быть. 16. И чё? 16. А там три символа. 7. И чё? Так, так, так. Это уже интересно. Нет. Выходим. А надо вставить. Надо вставить хоть куда-нибудь. Ну, пусть 14. О-хо! Смотрим на символы. 16, 7, 14 равно. Равно. Да, инструмент у нас один. Здесь предлагаются три инструмента. Не понимаю пока что. Не понимаю. Так, на час я уже наиграл. Хорошо. Сравниваем. Инструмент у нас вот такой вот, по-моему. Или вот такой. Давайте посмотрим. Так. Он выглядит как... Т. Нет, вот такой. Вот, вот такой у нас инструмент. Да что я туда иду? Зачем, блин? 16. Равно. Может, это сумма? Нет. Попади разбери. Может быть, нам ещё два вот таких инструмента нужно достать? Возможно. Но пока что других выходов нет. Но у нас есть как ключ. Или мы не ключ взяли... Нет, мы не ключ взяли. А, кстати, кассета. Видите, какой они внимательны. Предпоследний. Осталась ещё одна. Да, мы взяли. Это был не ключ, а это был вот этот инструмент. Из шарика. Подождите. 17. Да 17-то и нету здесь цифры. Давайте внимательно, блин. Я плохо сам... А, какой 17? Фу, фу, фу. Вот башка уже крыша есть. 16, 7, 14. Хорошо. Вот такой у нас инструмент. Ну, ставим его на 16, если он первым идёт. И что? И ничего. И он не проворачивается, просто вставляется и всё. 16, 7, 14. 16, 7. Нет, если бы там хоть как-то проворачивался... Э-э-э. Нет, давайте. 16. 7. Нет, я уж так пробовал. 14. Нет, это было бы слишком легко просто взять... Нет-нет, надо всё перепробовать. Ладно, оставим его на цифре 16. Чёрт. Нет, я не буду подсказки смотреть. Не буду. Я вообще... Вот я не помню, не помню. Надо самому догадаться. Может быть, сама картинка какой-то смысл нам даст? А теперь мы целую свою картинку не видим. Падает, падает. Хорошо. Не, не в картинке дело. Картинка нам... Это не подсказка. Здесь, в данном случае, фильмоскоп, диоскоп, работает просто как осветитель, чтобы высветить эти числа, скрытые в тени. Да. Картинка уже не играет роль. Это просто для атмосферы. Ну что ж. Не знаю. Голова не соображает. Ну тогда... Ну давайте час. Я думаю, вот что. Час я прошёл. Здесь больше никуда никак. Да. Только телепорт в старые зоны вернутся. Больше не пройти. Балкон. Да, да. Всё на балконе. Ну и проверим. Блядь, шаг вперёд же надо делать. Да вроде всё подобрал. И всё же. На всякий случай. Ах! Вот видите, какой я невнимательный. Да, да. Всё ясно. Нам нужен третий инструмент. Вот что значит невнимание, друзья. Всё понятно. Нам нужен третий инструмент. У нас есть буква условно Т. И третий остался. Всё. Где его взять? Очень внимательно. Я не думаю, что он где-то валяется там. Ну, в тех локации. Хорошо. Давайте его вставим. Вот такой вот инструмент. Ещё раз. Память. Видите, вот цифры. Я уже забыл. 16, 7, 14. Хорошо. А, он сам в 14 вставил. 16, 7, 14. 7. 7 мы вставляем. Правильно? Да, чёрт. Ладно, пока мы третий инструмент не нашли, это сейчас бесполезно. 16, буква Т. 7, этот вот, 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 господи, закруглённый. Вот он. А 14, это опять посох. Ну, действительно, посох напоминает. Посох, посох. Всё, посох. Хватит. Мне уже и так голова поёт. Ладно, на час я наиграл. Я тогда здесь сохраняюсь. Вот. Спасибо всем, кто смотрел. Дальше будет интересно. Сейчас мне нужно там что-нибудь поесть. Я, как-то живой человек, вот, супешник сделать какой-нибудь быстренько с салатом и прочее. Но ночь впереди у меня бессонница. Я думаю, я скоро опять продолжу. Сейчас. Спасибо всем, кто смотрел. Большое спасибо. С вами был Вальфрам. Не ставьте лайки, не подписывайтесь на канал. В этом нет необходимости. Но если будете комментировать, мне приятно. Всего доброго.